И снова рост. Кривая заболеваемости COVID-19 в Пермском крае упрямо стремится вверх. На протяжении уже двух недель в регионе каждый день устанавливается антирекорд по числу выявленных за сутки больных коронавирусом. В понедельник этот показатель снова максимальный за все время пандемии. 702 заболевших. Скончались от этой инфекции за сутки 33 пациента. В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 499 пациентов. Из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 5821 человек. Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакцины или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 924 268 человек. Завершили курс вакцинации двумя компонентами 676 586 жителей Прикамье. Меры жесткие, но необходимые. С этого понедельника в Пермском крае начался локдаун. Напомним, по распоряжению оперштаба с 1 ноября в регионе приостановлена работа всех организаций, кроме аптек, отделений почтовой связи, дежурных групп детских садов, ритуальных услуг, нотариусов и МФЦ. Исключение также точки общепита при условии работы на вынос, магазины, торгующие продуктами, питанием и товарами первой необходимости, средства массовой информации, отрасль строительства, а также сервисного обслуживания и ремонта автомобилей. Подробности у Елены Яговцевой. Жителям Прикамье как минимум на неделю придется ограничить себя в желаниях, потребностях и интересах. Если до этого дня можно было посещать торговое, спортивное, развлекательное и прочие учреждения при наличии QR-кода, то теперь они закрыты для всех посетителей. Прекращен доступ людей в здания и сооружения, на территории которых производится реализация товаров, оказание услуг и проведение любых мероприятий. Жесткие, но необходимые меры принял региональный оперштаб. Из-за рекордного роста заболеваемости COVID-19 для стабилизации ситуации требуется максимально ограничить число контактов среди жителей. Это позволит сдержать распространение коронавируса на инкубационный период. Ограничительных мер, действующих в настоящее время в Пермском крае, для снижения распространения инфекции недостаточно. Если к ограничениям в работе кафе, баров и ресторанов большинство горожан морально были готовы, то закрытие салонов красоты, парикмахерских и большинство магазинов подействовало на многих пермяков удручающе. Особенно в период межсезонья, когда люди планировали во время праздничных дней приобрести одежду на зиму. Крайне неприятным сюрпризом стало закрытие парка имени Горького и аттракционов в парке отдыха Кировского района. Что-то людей меньше в автобусе не стало. Как работали, так и работают. Если локдаун продлят и после 7 ноября, то последствия для бизнеса будут печальными. Также режим строгой самоизоляции должны соблюдать неиммунизированные представители старшего поколения в возрасте от 60 лет. В Оперштабе подчеркнули, что после окончания нерабочих дней сертификаты о вакцинации от COVID-19 и QR-коды по-прежнему будут использоваться в качестве фильтра безопасности при оказании услуг и посещении мест массового пребывания людей. Срок снятия ограничений будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Елена Иговцева, Михаил Иосифров, Телевизионная служба новостей. В нерабочие дни с 1 по 3 ноября учреждения здравоохранения региона функционируют в штатном режиме, сообщили в Краевом Минздраве. В праздничный день 4 ноября и в выходной 7 поликлиники при Каме пациентов принимать не будут. А 5 и 6 окажут помощь гражданам лишь по неотложным показаниям. При этом с 1 по 7 ноября выездная неотложная помощь в поликлиниках и скорая медицинская помощь работают в обычном режиме. В течение недели ковидные бригады функционируют в привычном режиме, также будет продолжаться вакцинация. Оказание экстренной помощи в течение нерабочих дней медучреждениями не прерывается. В нерабочие дни медики продолжат проводить иммунизацию жителей от коронавируса также и в мобильных пунктах вакцинации, прием там без предварительной записи. График их работы размещен на сайте минздрав.тест.пермкрай. В Мотовельхинском районе Перми кто-то, похоже, расстреливает голубей, сообщили нам местные жители. Пернатые регулярно погибают на аллее улицы Крупской. Очевидцы уверены, по птицам стреляют из пневматического оружия. На месте побывал Дмитрий Гаврилов. Жительница Мотовельхинского района Алла Журавлева утверждает, свидетелем расправы над голубями она стала в понедельник 1 ноября. В полдень по пути в продуктовый магазин женщина заметила нечто странное. Я остановилась, разговаривала по телефону, птицы вокруг меня, они постоянно, вот видите, они и сейчас гуляют, да, и резко такой хлопок, звук как в тире. Я отчет отдала себе, что это выстрел, но продолжала говорить по телефону, потому что тема была важная. А когда отошла, увидела этого голубя всего в крови. Беспомощная птица вся в крови прижалась к стене дома и сидела без движений. Алла Журавлева рассказывает, уже месяц жители регулярно находят здесь тушки бездыханных голубей. И даже сегодня на газоне и пешеходных дорожках валяется с десяток их трупиков. Люди боятся, что это только начало. Пойду подавать заявление в полицию, потому что сегодня по бедным несчастным голубям стреляют, причем достаточно продолжительное время, да, то есть не один день. То есть это уже система, уже днем стреляют. Что будет завтра, это никому неизвестно. Очевидцы уверены, в птиц стреляют из пневматического оружия. На тельцах пернатых они обнаружили раны, похожие на следы от пуль. Сейчас, проходя здесь, люди со страхом наблюдают, не покажется ли ствол пневматики в одном из окон, балконов или на крышах ближайших домов. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Погоня, таран, снова погоня и задержание. Догонялки в лучших традициях голливудских фильмов, но с местным колоритом, произошли в деревне Мулянка Пермского района. 22-летний местный житель на отечественной легковушке не остановился по требованию сотрудников ДПС. А наоборот, дал по газам и попытался скрыться на проселочных дорогах. Деревня Мулянка, Пермский район. Наряд ДПС преследует восьмерку. Водитель нарушил ПДД и на требования сотрудников ГИБДД не остановился. Те с включенными маячками и спецсигналом бросились в погоню. Петляя по проселочным дорогам, они смогли подрезать гонщика. Но лихой парень, решив, что сдаваться рано, таранит полицейскую машину, пытается скинуть ее в кювет и снова задать стрякача. Только влетев в непролазную грязь деревни Каянова, восьмерка застревает. Полицейские уже на своих двоих догоняют нарушителя. Был в опьяненном стене. Испугался. А где это было? На Мулянке. Не остановился в дальнейшем? Какие действия предпринимал? Прибавил газу. Медосвидетельствование подтвердило. Алкогонщик изрядно принял на грудь. Оказалось, что и водительских прав у него не было. В отношении водителя составлен административный протокол. Ранее данный водитель привлекался за управление транспортным средством, не имея права управления. Суд назначил пьяному лихачу 12 суток административного ареста. А за умышленное повреждение чужого имущества возбуждено еще одно административное дело. Юлия Алеева, Евгений Гуляев, Телевизионная служба новостей.